Арт Паровоз ТВ А группа, которая сегодня пришла к нам в гости, называется Водка Водка, ребят, что вы хотели этим сказать, когда так назвали свою команду? Нет, ну вообще Водка, такое название появилось очень много лет назад Получилось как? Я вообще однажды пришел на вечеринку То есть когда Менделеев придумал водку? Ну, кое-что тоже похожее такое, но очень необычная история Однажды я пришел на вечеринку в Майке, и там была так вот большая надпись написана Водка Connecting People И вот уже более 9 лет, наверное, благодаря этой Майке меня называют Водка Хотя я как бы не бухаю А, то есть это твое прозвище, такое в музыкальных кругах Да, и вот так появилась идея создать группу Водка Потому что песни писались очень давно И потихоньку подключались новые талантливые люди, которые помогали развивать И вот благодаря такому человеку, как вот Алена, как поющий бархан Такому классному фестивалю Вообще появилась наконец такая причина, что ли, выйти вот на конец свет И что-то сделать с песнями, которые Вот песня, с которой я выходил первый раз, она почти, наверное, лет 10 уже валялась И ждала своего момента И так произошло, что благодаря бархану даже вот после первого тура Каким-то образом случилось чудо В общем, все звезды сошлись там И было такое настроение, что появилась еще вторая песня И как-то появилось желание творить дальше Ну вот, мы узнали, что такое Водка Все понимают, что Водку любят все Ну давайте знакомиться Расскажи, что за ребята в коллективе И давайте познакомимся с вами, кто пришел сегодня к нам на эфир Сегодня с вами я, Александр Ельцов И Антон Ершов Это классный гитарист Мы еще участвуем в группе под названием Бывший Блюз Билл Сейчас эта группа называется Тейк Файв У нас вообще много проектов Я участвую, Антоха участвует Есть проект Фикс Есть проект Тейк Файв Есть проект Дуэт Трио, в котором мы участвуем Уже более, наверное, десяти лет Как проекты Для чего вам нужно столько действительно проектов? Ну взяли бы Это по музыке? Они по музыке все разные? Или же просто по каким-то там еще смысловым делам? Ну, во-первых, действительно Они разные по музыке, по стилю По духу какому-то И вот каждому хочется уделить свое внимание на самом деле Хочется проявить себя А есть, откровенно говоря, есть еще два типа таких проектов Есть проекты коммерческие Есть проекты, в общем, для души Коммерческие проекты еще иногда так называют музыкальные проституции Но за нее платят, в принципе Ну, занятия приятные, наверное Но все равно, да, должен отметить Что это занятие приятное Потому что так или иначе Занимаешься любимым делом И там можно побринчать Там, не знаю Для себя в кайф Поимпровизировать Если, конечно, там заказчик Не знаю, не ставит А вот в такие вот рамки Вот туда вот загоняет Врагу ли к тебе не свернет Короче, вот так вот Тогда можно немножко посвободнее Тогда можно, да, позволить себе Понятно Давайте поговорим все-таки про выступление водки на бархане Да, почему? Потому что, ну, у нас есть и чем иллюстрировать Можно показать там кусочек вашего выступления Ну и все-таки Расскажи про те две вещи, которые вы отыграли на бархане Ну вот одна, я так понял, уже лежала давно Ты говоришь, ну, там практически 10 лет А вторая, там же еще был момент, когда вокалист спускает себе джинсы И какая-то, вот я не помню, что на этой табличке было Которая загораживала середину композиции Ну, вообще, для тех, кто не видел этот концерт Мы покажем кусочек, конечно, безусловно Хотелось бы такую идею немножко дать Как это было изначально запланировано То есть сперва мы решили дать такую задорную песенку Как бы за жизнь, за позитив Потом такой вот момент, чтобы показать все-то Что-то серьезное, там, стихотворение Заставить людей немножко подумать все-таки Бывают же не только такие вот оптимистичные, веселые моменты Но иногда есть какие-то вещи, которые, в общем-то Человек должен, наверное, как музыкант донести до других людей Была попытка, так сказать, сделать Вот смотри, а что за вещи-то вы пытались донести? Ты говоришь, пытались донести некоторые моменты Давай расскажи, какие моменты пытались донести О чем был вот этот смысл глубинный, который хотел Люди и одни типы людей, в общем, живут во все времена И постоянно есть какие-то повторяющиеся истории И зачастую вот в последнее время очень актуально И в интернете, везде как бы становится жестокость, там, насилие и прочее И людям, которые, так сказать, пытаются что-то светлое донести, там, сохранить Вот им, как правило, достается больше всего И их пытаются, наоборот, загасить И такие люди, в общем, в итоге должны не сдаваться Честно, ребят, в такие моменты надо просто элементарно Поднять свою жирную жопу с дивана и начать что-то делать И тогда, конечно же, будет счастье всем Потому что если вот каждый раз, вот, не знаю, тебе тяжело, берешь Поднимаешься, маленькую-маленькую вот такую вот песчиночку Раз, передвинул кусочек дела, сделал, второе сделал Раз, потом оглянулся, у тебя там голову Так, и он, что-то сразу стоит Жизнь не так много, и нужно успеть, например, эту песню закончить и спеть И может быть что-то изменится в этом мире Кто-то забудет о старых в мире Кто-то счастлив, кто туссует на обере А кто-то в это время стоит, азортир Но верно, ему же все, что-то не в каком Что же поделать, ведь лап, и слаб Имена песка групп каких-то не было, да, таких То есть, ну, прям вот, где, ну, что-то такое бесшабашного Типа Ленинграда, какой-то рекорд оркестра Такого же не было на Бархане Вот, видимо, поэтому в рэп вы, ну, как бы, вы не рэп А в рок, как почему-то вот, ну, решили, что так Ну, и слава богу, хорошо, что получилось Давайте тогда про какие-то, ну, вещи ты говоришь, что В принципе, как проект, как, как, может, идея, да, уже около 10 лет Ну, такой вот, давно уже Ну, да, идея создания уже давно, но руки никак не доходили Другие проекты еще параллельно развивались И тут просто вот, как такой щелчок Есть же, вот, многие писатели, там, поэты говорят, что Они вот, там, десятками лет работают, как это они называют, в стол То есть, складывают все свои произведения И потом в какой-то момент наступает вот эта вот такая вот лампочка Типа, алибуя, все, давай, беги вперед, делай И вот, как бы, Алена в данном проекте стала Таким стартером, да? Да, стартером, как бы Катализатором И кто помог, наконец, зажечь эту идею И вот сейчас, как ты думаешь, что, ну, пойдет дальше? То есть, на этом не остановится проект? То есть, он будет как-то развиваться? Вы репетируете, что-то делаете? Да, конечно, мы познакомились вообще с многими классными людьми на Бархане И есть такая идея даже создать, как бы, небольшой собственный концерт сделать Среди участников Взять вот просто тех ребят, которые хотят повеселиться Которых получается играть Которым это нравится И не обязательно коммерческий, да, но идеологический даже проект Кто еще из основных из Костяка, назови? Или водки такого, как бы, состава нет Сейчас так, как бы, формируется, он меняется Вот есть много талантливых людей Которые вот просто так вот соглашаются прийти вот И начинают играть вместе Даже был такой случай, когда на самом Бархане, на Ильи Мы вышли на сцену вдвоем Было очень так, ну, необычно Потому что мы никогда не выступали таким маленьким составом И, как бы, мы вышли с Мишей Это вот тоже вокалист и представитель группы Fixed Вот Мы вышли на сцену И начали, ну, как бы, качать зал И тут в один прекрасный момент Басист просто там был из другой группы Он понимает, что нам нужна помощь Он просто выбегает на сцену Я не знаю, откуда-то берется барабанщик И получается целый состав, который вот прямо здесь на сцене Вот так вот слепился И который начал прямо там на месте качать Как раз, с чего, наверное, эта вся идея началась Мы тоже с одним из участников Бархана Договорились за полчаса А давай вместе что-нибудь играем Давай мы тебе подыграем И вышли, и подыграли Просто потому что было интересно Было попробовать Включается народ, да? Реально, то есть народ начинает включаться Это начинает доставлять какие-то вот такие эмоции Которых, ну, нигде не получишь Ты же говоришь, что есть еще и желание и возможность что-то зачитать Оно цензурное Вот твоя камера Оно цензурное вообще Потому что слова немножко изменены Но как бы не цензурное И звучит оно вот так Меня ебасит и ебстит Но это, в общем-то, и не проблема Когда на целом небе Ни единой тучки не летит Родится ли поэма? А небо я не видел уж давно Не от того, что было оно скрыто Скорее я скрывался от него Под трехэтажным занавесом быта Скажите мне, какого кюя Я слышу отголоски в этот час Привычка скромности давно не актуальна стала Народ склонен к ногам опаснейших из нас Но это ладно Нас и тут неплохо кормят Нам лишь бы чем-нибудь себя занять Занятий много нам найдут умы иные Что кет не в силах с кресла в раз поднять Опасно? Вряд ли хоть кому-то интересно станет Они бетон давно успели положить Раздавлен тяжестью огромной станет Решивший голыми руками сей бетон крошить Вот, это была группа Водка Смотрите и ищите ее в анонсах Смотрите в интернете Обязательно увидите что-то новое от этих ребят Арт парабос Телевизион